Слышать каждого, работать для всех. Под таким девизом губернатор региона выступил с посланием к жителям области. Мероприятие такого формата для Рязани – новинка. Послание любимого, по сути, уже сегодня позволяет заглянуть в будущее. Оно повествует о том, как Рязанская область будет развиваться в 2018 году. Одна из первых задач – регион должен довести инвестиции до 100 миллиардов в год. Уже заключено соглашение на более чем 50 миллиардов рублей. Глава региона анонсировал в ближайшее время подписание еще 8 на 40 миллиардов. Для людей важно, что с их реализацией в регионе должно появиться не менее 5 тысяч новых рабочих высокотехнологичных мест. Любимов назвал улучшение инвестиционного климата среди главных проектов, который будет курировать лично. Задача – войти в топ-20 лучших регионов по инвестиционной привлекательности. На личном контроле глава региона будет держать и создание в области цифровой экономики. С этого года на базе бывшего училища связи мы начнем создавать Рязанский инновационный научно-технологический центр. Он объединит потенциал ведущих вузов и предприятий. Его основной задачей станет создание условий для развития IT-технологий. Компании и разработчики получат доступ к инфраструктуре для реализации и последующего внедрения новых проектов. Понятие, которое для региона – новое. 2018 год Любимов объявил годом бережливого производства. Это позволит совершенствовать механизмы управления, оптимизировать рабочие процессы, снизить затраты. У нас уже есть первые результаты. В частности, в медицинских учреждениях сокращается период ожидания пациентов. Что касается остальных отраслей, то в сфере дорожного строительства в этом году планируется вокруг Рязани построить транспортное кольцо для пропуска транзитных автомобилей. В сфере АПК проведут инвентаризацию пустующих земель сельхозназначения. По сравнению с прошлым годом на развитие здравоохранения в регион направят на четверть больше средств. Они пойдут на приобретение оборудования для онкологического диспансера и проведение ремонта в областной клинической больнице. На особом контроле продолжает оставаться и вопрос об обманутых дольщиках. Речь главы региона длилась более получаса и коснулась всех сфер жизни современного общества.